Ну что, здравствуйте, друзья-товарищи! Вот, собственно, спешу вам представить, познакомить вас с моим новым агрегатом. Man TGA. Друзья, сейчас я зачищаю провода, потому что не работает датчик второго контура пневмосистемы. Ну и не работает он из-за того, что нет контакта. Сейчас мы это все зачистим. Какая дитя, друзья! В общем-то, что я приобрел, давайте посмотрим. Это автомобиль Man TGA. Судя по всему, переделка с правого руля. Официально завозилось представительством Man в свое время, в 2007 году. Выпущена она в 2003. По факту, я, получается, третий владелец этой машины. В России машина очень интересного исполнения. То есть, это широкая кабина и низкая крыша. Но в последующем, я думаю, мы это будем все переделывать. Машина обошлась мне в 700 тысяч рублей, как вы видите. Если, Витя, подходи ближе, не стесняйся, покажем резину. Значит, спереди у нас более-менее еще нормальное состояние. Причем на литых дисках. Литые диски. А сзади у нас просто, вот, как вы видите, это все. Ну, то есть, если... Нет, у нас в России вообще эта резина считается нормальной еще. У наших перевозчиков. На ней, типа, еще можно ездить. Ну, да, в принципе, можно, если бы была телега. А у нас телеги нет. Сейчас на трассе гололед. Вот вчера была метель, пришлось нам вставить на стоянку. А то, что мы отъехали всего, там, километров 50, наверное, да, Витяк? Да, запаска у нас лежит на седло. Ну, блин, она ничего не весит, на самом деле. Но все равно, хоть что-то. Самовнушение, да. Нагрузили на заднюю ось. Вот, сейчас сделаем датчик, чтобы у нас хотя бы не пищал компуктер. Потому что напрягает во время движения, когда ты едешь. А он начинает верещать. Так, зачистили. И на скруточку, ребятки, на скруточку. Как вы понимаете, по машине очень много всего делать. По большей части это мелочи, это сопли. Ой-ой-ой. По самой машине я уже расскажу. Непосредственно уже по месту, когда мы уже доедем. А сейчас самая главная цель, доехать до Чебоксар. Ну что, не сразу мы, конечно, все это сделали. Там абсолютно все, все на скрутках. Естественно, все это нужно будет менять. Все это нужно будет переделывать. Но самое главное, добились, что сейчас оба контура. Чебокс, можешь показать? Оба контура показывают у нас по 10 очков. Ну, у нас ошибка горит по тахографу. Салон я сейчас показывать не буду, потому что здесь нужно все вычищать, все убираться. Потому что у нас тут куча еще всяких деталей, которые должны стоять на машине, но сейчас лежат в кабине. Ну что, да, сиденья здесь переставлены задом. Ну, а пассажирская переставлена на водительскую сторону, потому что здесь пневморегулировки работают, а на водительском уже нет. Ну, если финансы позволят, в дальнейшем планирую, конечно же, еще и поменять сиденья. Ну что, выдвигаемся в путь. Скользко, конечно, на дороге, но что поделаешь. Ну что, ребятки, снова началась метель. Очень скользко на дороге. Машину постоянно ставят боком. Походу нам приходит, придется снова вставать на стояночку, потому что ехать так, ребятки, нельзя. На пустой башке лучше не рисковать. Потому что это надо очень крутые скиллы иметь, чтобы вытаскивать из глубокого заноса тягач. А дорога по одной полосе в каждую сторону, поэтому не очень это путь. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, ребятки, опасения не оправдались, к счастью. Закончился снегопад, закончилась метель. И вместе с тем, чем ближе мы подъезжали к Челнам, тем лучше становилась погода. Сейчас потеплело аж до плюс 2 градусов. Дорога практически сухая. Сейчас мы уже проехали Челны, проехали Елабу, выдвигаемся в сторону Казани. До дома осталось чуть больше, чем полпути. Ну что, теперь можно и поговорить. Поговорить о том, как меня угораздило купить Мантеган. На самом деле, я очень хотел купить Рено Магнум. Я пересмотрел их, ну, штук 10 точно. Еще раз напомню тем, кто пропустил стрим, в котором я говорил о том, что стоит покупать грузовик. В чем сложность? Во-первых, это ограниченный бюджет. Как уже говорил, это 600 тысяч рублей. И в эти деньги, естественно, машина будет очень уставшая. И самая моя главная, большая была задача, это найти наименее убитый экземпляр. К сожалению, очень много проблем с документами. Машина, то есть машина, может быть, технически более-менее нормальная, исправная. Но бывают косяки с документами. Это либо перекупщик. Зачем только не знаю, перекупщики занимаются такими оригинальными машинами. Либо у человека есть какие-то долги. Либо из-за этого приставы накладывают на машины запрет на регистрацию. То есть сейчас, кстати, вот есть приложение, которое активно рекламируется. Типа установите приложение всего там за 300-400 рублей, условно говоря. И вы сможете пробить машину по базам ГИБДД, по базам судебных приставов. На самом деле, все это бесплатно и в открытом доступе. На сайте ГИБДД заходите в раздел «Сервисы» и выбираете пункт «Проверка автомобиля». Вводите ВИН-машины и вам дается информация, когда машина была впервые поставлена кучу, какого она года выпуска, какая модель, сколько было собственников. Также по этой базе можете посмотреть, не числится ли машина в пунконе, есть ли на машине какие-то ограничения. И сразу же на сайте судебных приставов можно посмотреть, какой у человека долг. Максимальное, что я видел, у человека было почти 400 тысяч рублей долга. И он продавал машину. И якобы он не знал о том, что на машину наложен запрет. Но это, опять же, нужно выяснять на берегу, вы звоните по объявлению. Если вас устраивает эта машина, просите человека прислать МИН-номер автомобиля. Вы его пробиваете, если все в порядке, только после этого не идете смотреть машину. Но я уже, честно говоря, отчаялся и уже собирался покупать MAN F2000 Commodore. Ну, то есть, практически такой же грузовик, который мы снимали в обзоре, вот, рыженький MAN, но уже с более взрослым мотором D28 и с большой кабиной. Renault Premium, ну, что-то как-то вот, ну, безликий автомобиль. То есть, ну, не лежит в меня душа, так же, как и не лежит душа к DAF. Со сканиями проблемы другого характера. Очень много машин, у которых коррозией уничтожен МИН-номер на раме. В лучшем случае вы просто отделаетесь экспертизой, когда купите эту машину. В лучшем случае вы ее не сможете поставить ночью. Еще у сканий проблемы. Вот, это, естественно, машина в такой бюджет. Это 90-е годы, это середина 90-х, конец 90-х. У сканий проблемы были с тем, что трескались рамы. Есть такая проблема. Вот, но и плюс скани очень дорогие. Скани 3 серии я не смотрел, потому что это уже устаревшая модель. Ну, как ни крути. Хотя она, машина достаточно надежная. И, конечно, вишенка на торте Volvo FH12. Ценники на эти машины ломят просто невообразимые. Поэтому пришлось также отказаться и от Volvo. Ну, не то, что отказаться. Просто в эти деньги можно было найти машину. Там, 94-го года выпуск с низкой кабиной, вшатанную в хлам. Естественно, такой вариант не подходит. И вот в один из дней, когда я уже был настроен взять уже практически первую попавшуюся машину после нескольких месяцев войска, я уже хотел брать MAN F2000. И тут в объявлении наткнулся. Точнее, мне мама скинула. Представляете, у меня не только жена, у меня еще и мама с батей смотрели объявление, подыскивали мне машину. И вот она меня скидывает ночью. Вот смотри, какой MAN есть в Уфе. TGA. Чтобы вы понимали, TGA-шки, ценники на TGA-шки начинаются где-то от миллиона, миллиона ста тысяч. Это уже такие потрепанные повидавшие виды машины. И тут стоит в объявлении 730 тысяч рублей. MAN FD. Я очень удивился, на самом деле. Позвонил, поговорил с хозяином машины, попросил его скинуть вин, все пробил, все чисто. И вот до последнего не подкидало ощущение, что что-то не было. Но в итоге было решено ехать, посмотреть машину. Мы поехали с Витьком, который у меня снимался в видео про мифы о дальнобойщиках. Человек подорвался со мной. Со мной все друзья уже переездили в Россию. Саша Потапов, Никита. Они, короче, в ужасе от того, что приходится проделать, чтобы купить грузовик. В итоге мы приехали в Уфу, посмотрели машину. Есть косячки и косяки. Естественно, машина 2003 года выпуска. Но, тем не менее, ценник очень сладкий. О косяках об этой машине и тест-драйв этой машины я сниму уже в следующем видео. Все подробно расскажу и покажу. Сейчас рассказываю про покупку. И почему я все-таки решился на ТГАшку? Дело в том, что здесь стоит движок такой же, как на MANA F2000 Commander последнего поколения. То есть это двигатель с топовым насосом высокого давления, механическим. То есть никакого common rail. Все здесь еще довольно просто, ремонтно пригодно. Плюс здесь раздельные головки блоки цилиндров. Кстати, одну из головок придется поднимать. Немножко сопливит прокладка. Но об этом в другой серии. А сейчас, ребятки, едем. Нам надо добраться до дома. Спасибо большое погоде за то, что позволило нам наконец-то просто нормально ехать. Сейчас на круизе шпарим в 80. Блин, наслаждаюсь. Обалдеем. Собака только проблема одна. Печка работает только в максимально жарком положении. То есть не регулируется. Короче, с машиной надо разбираться и разбираться. Видимо, работать я еще на ней выйду не скоро. По ней придется еще полежать. Продолжение следует... Продолжение следует... Фух, наконец-то. Наконец-то. Ну что, друзья. Блин, глаза чуть не сломал, пока доехали. Все-таки у ТГАшек фары не светят практически никак. Ну, об этом мы все поговорим в следующем видео. Как вы понимаете, нужно привести машину в порядок. Нужно привести в порядок себя после дороги. Особенно гололеды в Татарстане, в Мариэл, который мы сейчас ехали. Машину боком ставила на подъеме. Кое-как, в общем, забрались. Потому что веса нет никакого на задней оси. И, соответственно, еще и резина лысая. В общем, с Божьей помощью как-то добрались наконец-то мы до Чебоксар. Ребят, хочу отдельно благодарить, хотел бы благодарить каждого из вас за такую колоссальную поддержку. Когда я сделал стрим и сказал, что я хочу купить грузовик. Просто тысячи, реально тысячи комментариев в поддержку, сопереживание. Это очень дорого, ребят. Это меня действительно до глубины души растрогало. Я не ожидал такой колоссальной поддержки, потому что YouTube многим воспринимается как площадка, где только хейтят и больше ничего. Я понял, что вы, кто подписан на мой канал, ребят, люди с большой буквы. Спасибо вам огромное. И, конечно, моим друзьям Никита, который сейчас держит камеру. Саша Потапов, Витек, которые мне помогали в этой всей затее, которые мотались со мной по стране. А, кстати, ну это уже в следующем видео мы разыграем вот это комбо-устройство Silverstone F1. Ссылочку я оставлю под видео, чтобы вы посмотрели, что это за штука, что она умеет. Это действительно очень крутое устройство. Вообще, Silverstone F1 многократный победитель тестов за рулем среди видеорегистраторов, радар-детекторов. Очень крутая штука. Условия конкурса будут в следующем в видосике, ребят. Ну, а я, наверное, хочу сказать, уже ехать надо домой. Жена, дети ждут. Впереди очень много работы. Нужно восстанавливать эту машину, готовить ее к работе, готовить ее к первому рейсу. Задача не из простых. В следующем видео вы увидите, насколько здесь все запущено, к чему придется приложить руки. И хочу сказать, что, ребята, для меня вот это, это не проект, это не блогерство. Это реальная работа, это реальная жизнь. Как бы я ни старался, как бы я ни хотел уйти от этого, но большие машины, дорога. Это тот наркотик, от которого не могу избавиться. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой инстаграм и нашу группу Trax TV ВКонтакте. А пока, всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»